В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В городе произошел уже четвертый случай, когда подросток сводит счеты с жизнью. С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО. И в Рязани полицейские выявили незаконную торговлю незамерзайкой. Жизнь в нашем городе все больше напоминает сюжет для фильма-триллера. Вот уже четвертый случай, когда подросток решил свести счеты с жизнью, произошел в среду. Причины случившегося пока выясняются. Днем ранее еще один молодой человек выпрыгнул из окна и тоже погиб. Напомним, на прошлой неделе покончили с жизнью еще два человека. Тенденция это или все же единичные случаи пыталась выяснить Галина Ершова. За последние две недели в Рязани произошло сразу несколько трагедий. В разных концах города покончили жизнь самоубийством четверо юношей. Совпадением это назвать сложно. Молодые люди примерно одного возраста, от 17 до 25 лет. Все они выбросились с крыши многоэтажного дома. При себе у них не было ни мобильных телефонов, ни документов. Поэтому установить личности всех погибших пока не удалось. Специалисты связывают эти трагедии с активизацией групп смерти. 23 ноября была годовщина вот этой в кавычках героини Рины Поленковой, которая покончила жизнь самоубийством в Уссурийске. И к этому времени подростков начали очень серьезно подогревать организаторы групп смерти. Плюс к этому привело задержание Филиппа Будейкина. Напомним, что Филипп Будейкин, он же Лиз, администратор группы смерти. Явление в социальных сетях, где подростков помимо их воли склоняют к суицину. В этой войне агрессоры используют все средства. От шоковых видео до готовых рецептов. Новый всплеск информационной атаки ожидается 26 декабря. Подросткам вновь будут навязывать, что суицид – это решение всех проблем и средства для привлечения внимания, умалчивая горькую правду. Сотрудники Центра защиты детей от интернет-угроз уже создали петицию, призывающую органы государственной власти разработать новые методы борьбы с IT-угрозой и закрыть опасные группы в сети ВКонтакте, как это сделало руководство Фейсбука. Психологи, в свою очередь, рекомендуют родственникам заняться профилактикой. Одна из самых лучших защит для человека – это социальная поддержка, включенность человека в социум. У него должно быть хорошее отношение с семьей, хорошее отношение с друзьями, хорошее отношение на работе. В этом случае, когда он много общается, он много знает, его кругозор широк, его не так просто сбить с пути, не так просто повлиять на него какими-то воздействиями. В зону риска обычно попадают люди, которые находятся в нестабильном эмоциональном состоянии. Это может быть связано с временными неудачами на любовном фронте или в карьере. В такой ситуации человек замыкается в себе и легко подвержен чужому влиянию. Особое внимание нужно проявить, если в разговоре подросток упоминает темы, связанные со смертью. Как правило, это не сигнал о том, что да, он действительно собирается себе навредить. Это сигнал о том, что ему чего-то недостает. Ему недостает эмоциональной поддержки, ему недостает понимания, ему недостает, может быть, живого родительского интереса. Не рекомендуется подростка после таких выражений тащить к врачу, лечить, прописывать таблетки. Ни в коем случае. Это повод просто с ним поговорить. Если это, конечно, не тяжелый случай, например, если суицид предиктован длительной депрессией или каким-то психологическим расстройством. Помимо поддержки родственников, можно применять и методы самопомощи. Безопасными и доступными лекарствами являются арт-терапия, танцевальная терапия и занятия по интересам. Чем больше вдохновения и позитивных эмоций вы получаете, тем сложнее злоумышленникам сделать вас жертвой и сбить с правильного пути. В период резкого похолодания в регионах обычно наблюдается рост количества несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом. По данным компании «Рязань Горгаз», в нашем городе с начала топительного сезона в этом году пострадавших нет. Статистика прошлых лет показывает, что основные причины отравления становятся отсутствие тяги или обратная тяга в дымоходах домов. Холодное время года и необходимость много готовить. В преддверии новогодних праздников в домах резанцев возрастает нагрузка на газовые приборы, а вместе с ней и вероятность отравиться продуктами его сгорания. Сотрудники газовой службы напоминают, что использовать природный дар для отопления квартиры категорически запрещено. Для успешной работы любого газового прибора нужен кислород. Он выгорает, идет образование угарного газа, и содержание даже 0,1% в воздухе вашей конкретной кухни начинает тошнить, кружится головарь, в глазах не имеет конечностей. Если концентрация угарного газа достигает 1%, это уже летальный исход. Чтобы избежать ужасных последствий, необходимо регулярно проветривать помещение. Если вы весь день готовите, делайте небольшие перерывы или оставляйте микрощель в окне, чтобы через нее поступал свежий воздух. Это главное правило вашей безопасности. Перед использованием духовки также откройте ее и дайте постоять несколько минут, чтобы вывести излишки газа. Зажигать плиту тоже нужно правильно. Подносим источник огня к горелке. Это зажженная спичка, пьеза, электророжек, может быть какую-то кнопочку. Сначала нажимаем, только потом поворачиваем газовый экран. Газ должен загореться сразу, значит лишний газ выпускать нельзя. Особое внимание требуется при использовании газовых водонагревателей и колонок. Перед их включением необходимо обязательно проверить тягу. Для этого поднесите спичку к смотровому окошку. Пламя должно втянуться внутрь. При проверке напольного котла огонь подносит под тягопрерыватель. В нашем случае пламя отклоняется наружу. Это значит, что прибором пользоваться нельзя. Немедленно перекройте вентиль газа и вызовите специалистов. Помощь экспертов понадобится и в случае, когда цвет огня меняется. Полное сгорание – это пламя ровное, без хлопков, без отрыва, голубого, фиолетовое, прозрачное. Неполное сгорание газа с образованием угарного газа – это пламя соломенного цвета с красными язычками, со следами копоти. Значит, плитой пользоваться нельзя. Чтобы избежать неожиданностей, регулярно приглашайте специалистов для проверки газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов. Помните, что их ремонт можно доверить только сертифицированным профессионалам. Тогда природный газ принесет в семью исключительно комфорт и уют. Бойцы ОМОНа отдела Росгвардии по Рязанской области уже включились в работу по поддержанию общественного порядка в городе. Совместно с полицейскими росгвардейцы провели обширные рейдовые мероприятия. В частности, выявили нарушения со стороны мигрантов. В кафе, расположенном в Рязани, на улице сельских строителей, полицейские выявили нарушения правил розничной торговли алкогольной продукцией. Из незаконного оборота изъято 35 литров спиртного. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выявили, что 32-летний продавец бара, расположенного на московском шоссе, продавал несовершеннолетнему рязанцу алкогольную продукцию. Составлен протокол по части 2.1 ст. 14.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Участковые и уполномоченные полиции пресекли фиктивную регистрацию иностранных граждан, которую по своему адресу на улице Интернациональная осуществила 45-летняя женщина. Проводится проверка по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В ходе рейдовых мероприятий в московском районе города Рязани были обследованы места массового пребывания и компактного проживания иностранных граждан. В подразделении полиции было доставлено большое количество иностранных граждан, которые прошли процедуру фотографирования и дактилоскопирования. В отношении семерых иностранных граждан составлены административные протоколы по статье 18 КААП РФ. Нарушение иностранным гражданинам режима пребывания в Российской Федерации. Нарушителям грозит серьезный штраф. В преддверии новогодних праздников полиция Рязанской области несет службу в усиленном режиме. Рейдовые мероприятия продолжаются. С 1 января 2017 года в России вступают в силу важные изменения в закон об ОСАГО. Одно из самых главных – обязательно введение электронного полиса. К числу поправок относится десятый повышающий коэффициент, который будет учитывать количество нарушений правил дорожного движения водителям. Для злостных нарушителей стоимость ОСАГО вырастет сразу в три раза. 11 июня 2016 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно которым с 1 января 2017 года электронный полис ОСАГО становится обязательным для всех страховых компаний. В случае, если оформление электронного полиса ОСАГО будет невозможным из-за проблем с сайтом или технических неполадок, страховые компании обяжут незамедлительно информировать об этом Центробанк. Также ЦБ РФ установит штраф в размере 300 тысяч рублей для тех компаний, которые не обеспечат возможность оформить полис ОСАГО онлайн. Однако сами страховщики уже сейчас скептически относятся к этому нововведению. По их словам, с 1 января 2017 года у многих система не сможет адекватно работать с большим числом заявок. На то, чтобы наладить электронный ОСАГО, может уйти несколько месяцев. Здесь же будет опять, в первую очередь, удар по владельцам, потому что очереди на ремонт наверняка растянутся. Это мое мнение, так как база незначительная у нас. Страховым компаниям нужно будет найти больше автосервисов, которые бы отвечали всем критериям и требованиям. Это преследует благие намерения для того, чтобы уменьшить возможность каких-либо мошеннических действий, как сейчас говорят со стороны не очень позитивной части нашего общества. Но, извините, мошеннические действия в нашей стране можно в любой сфере найти и применить. Еще одно новшество – десятый коэффициент, который будет учитывать количество нарушений ПДД. Разумеется, этот коэффициент будет повышающим. Если у автолюбителя, скажем, от 5 до 9 грубых нарушений в год, коэффициент составит 1,86. От 20 нарушений коэффициент вырастет до 2,45. И самый высокий коэффициент – 3,04 – предусмотрен для тех, кто нарушит правила 35 и более раз. То есть для самых злостных нарушителей правил дорожного движения ОСАГО может подорожать более чем в три раза. Но специалисты утверждают, что оперативно внедрить коэффициент вряд ли получится. В Рязани полицейские выявили незаконную торговлю жидкостью с низкой температурой замерзания. Незаконный сбыт незамерзайки полицейские выявили на одном из рынков Рязани в рамках рейдовых мероприятий. В результате из незаконного оборота изъято 730 литров. Полицейские выявили, что в одной из торговых точек крупного рязанского рынка организован незаконный сбыт жидкости с низкой температурой замерзания. При этом проверка показала, что у торговца отсутствуют документы как на саму деятельность по сбыту незамерзайки, так и на товар. Также продукция имела признаки контрафактности. Из незаконного оборота было изъято 730 литров незамерзающей жидкости с признаками контрафакта. Образцы изъятой продукции направлены на исследование. По факту нарушения составлен административный протокол по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях. Нарушителю грозит внушительный штраф. В преддверии новогодних праздников полиция Рязанской области несет службу в усиленном режиме. Рейдовые мероприятия продолжаются. Предновогодняя суета пришла в город, потому что самое время задуматься о новогодних подарках. Потоки автолюбителей в поисках подарков увеличивают привычные пробки. Очереди в магазинах растягивают сюда выхода. Все стараются завершить незаконченные дела. И от такой суматохи попросту не скрыться. Чтобы не выйти из состояния равновесия, нужно помнить, что главное условие праздника – это хорошее настроение. А ожидание праздника гораздо лучше его самого. Наступление нового года неизбежно, как и гонка за подарками и скидками по магазинам. Но как не попасться на удочку мошенников, выдающих желаемое за действительное? И что происходит в голове у людей при слове «скидка»? Об этом я сейчас вам расскажу. Стоит сказать, что в хороших магазинах товар, купленный по акции, можно вернуть обратно, если он не подошел по размеру, цвету или другим причинам. В перечень, конечно, не входят продукты питания, средства гигиены. Весь перечень можно увидеть в законе о защите прав потребителя. На днях Роспотребнадзор региона разместил в интернете памятку для рязанцев с тем, чтобы они не попались на уловки мошенников. Например, при участии в акциях, розыгрышах, людям нужно внимательно изучить рекламное предложение. Возможно, в нем прописаны условия получения подарков. При получении подарка рекомендуется проверить чек, гарантийный талон или техпаспорт. Что касается психологической составляющей предновогодних скидок и подарков, тут у граждан выработан определенный рефлекс. Если скидка, значит, надо покупать. По мнению психологов, это решение закладывается в голове человека с детства. Когда человек, например, видит ценник, который окрашен другим цветом, он уже обращает на него внимание. То есть, вот уже вы повернулись в нужную сторону. Когда на этом ценнике видим, например, что написано 1 плюс 1, то есть мы уже понимаем, что это может быть выгодно. Что здесь мы можем на чем-то сэкономить. Также психологи утверждают, что это не всегда оказывается выгодно для самого человека. К тому же, многие ведутся на акции, таким образом поднимая свое настроение. В таком случае нужно разбираться с глубинными проблемами личности. У каждого свое, однако увидеть, как скидки действуют на граждан, можно в нашем материале. С одной стороны, они понимают, что это маркетинговый ход, с другой идут и приобретают товары по акции, доверяясь скидкам. В какой-то степени да, но все равно это маркетинговый ход. В данный момент собираюсь приобрести по акциям, по фишкам, утюг. На меня это уже влияет. Я тоже люблю скидки. Это очень приятно всегда. Я какой-то человек, который доверяю людям, поэтому как-то скидкам тоже доверяю. Что же касается подарков, которые выбирают рязанцы на Новый год, тут их мнения разделились. Я прожила 62 года и считаю, что подарки нужно дарить детям, а не взрослым. Кому-то из бытовой техники, кому-то парфюмерия. То есть все по-разному. В числе подарков называли деньги, конфеты и сувениры. Среди интересных оригинальных подарков по рейтингам интернета можно увидеть квадрокоптер, фотоаппарат «Полароид», книга комиксов, приставка «Дэнди», прохождение игровых квестов, телескоп, убегающий будильник, портрет, ночник-планетарий, двойной переходник для наушников, чтобы двое человек могли слышать одну музыку. Тем не менее, самыми любимыми подарками, которые запомнились людям, остаются следующие. Дочка с мужем подарили мне смартфон. Подарили, ну это один Новый год, следующий подарили мне сережки. Остается аккуратно выяснять у своих близких, что им нужно на Новый год. Или все-таки приятно шокировать. Выбор за вами. Главное, помните, со скидками нужно быть предельно аккуратными. На этом пока все. Завтра подведем итоги недели. А пока хорошего продолжения дня и начала выходных. Субтитры создавал DimaTorzok